Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала Томасё. Сегодня мы хотели бы сделать обзор нашего нового приобретения муравейника. Так, ну муравейник еще не готов, мы сейчас его будем делать вместе с вами. Муравейник мы заказали в Испании. Там пришла такая инструкция про муравьев. Инструкция есть на немецком, испанском, английском, французском, мне кажется все, языках. Так, что же было внутри? Ну внутри был вот такой вот муравейник. Ну и вот такой пакетик со всякими принадлежностями. Это вот такая поилочка для муравьев. Сюда сверху заливается водичка. Корм для муравьев. Сладенькая водичка. Не знаю, все написано на испанском, но можно понять, что это 10 миллилитров голубого сахара. Это единственное, что, наверное, написано тут по-английски. Для декорации вот такой вот золотой песочек. И самое главное это обычный песочек, в котором муравьи будут строить свои лабиринтики. Пипеточка, в которой вот этот вот сахар будет капаться в муравейник. Камушки. Это тоже для декорации. Так, ну и это сама кормушка. Внутри такие вот две выемки, куда будет наливаться сладкая водичка. Также муравьев можно кормить всякими насекомыми и семечками. Так, и вот такие вот две заглушки. Такое ощущение, что их напечатали на 3d принтере. Они так вот выглядят. Видно, не видно? Так, я заглушки сразу сюда заткну. Сейчас будем засыпать туда песок, чтобы он не вываливался. Я думала полностью будет, но нет. Так, ну и самое главное это наши муравьи. Ой, здесь даже есть водичка. Я даже не заметила это. Здесь хорошо видно. Он там муравьи. Ну и самое-самое крупное это королева. А ну-ка, сейчас ее будет видно. Где она там? А вон она. Здоровущая такая, обалдеть. Монстр маленький. Так, ну что, приступим. Так, здесь вот сверху открывается крышечка. Так, ну и теперь мы, точнее, я привлеку к работе, к помощи моего маленького ассистента. Так, Адрианчик, ты что, сначала хотел песочек? Да. Ну тогда засыпай. Давай засыпай. Так, вау. Вау, обалдеть. Красота. Может так оставим ее волной? Или хочешь прямо? Мне нужно прямо. Прямо лучше? Вот так потряси. Лучше вот так. Ну потом то это сделаем или как? Сейчас нам нужна, наверное, щеточка, нет? Или оставим? Так. Сейчас я притащу щеточку и можешь пока чем-то расскажем. Ну вот. Как моя мама уже рассказала, эти муравьи. Мне королева больше всех нравится. Да? Да. Так, держи. А все остальные муравьи как называются? Кто знает? Королева, а другие муравьи как называются? Знаешь? Рабочие. Правильно, рабочие. Да, рабочие. Муазины, рабочие. Всегда в дуле, наверное, одна королева. Надо побольше об этом узнать. Да, всегда одна. Одна королева, а все остальные маленькие муравьи это рабочие, которые работают на королеву. Ну нормально. Я думаю, все равно они будут этот песочек выносить. Что теперь? Обычный песок? Да. Мы его откроем. Давай я. Сейчас смотришь? Ну да. Да, я с собой буду. Прошу. А я с тобой. Так, да. Ну и в инструкции еще было написано, что мы не должны бояться, вдруг если там муравьи выбегут, они безопасны, нигде не делают никаких дырочек. Все высыпаем, оно прямо здесь должно быть тоже. Так, они размножаются. Ну, да. 50, 100. От 50 до 100 муравьев, да, может за год появиться. Будем наблюдать, вести. Подсчет, интересно, это зависит от питания, сколько их вылупится. И что еще хотел сказать? Что там еще было интересного? Потряси его. То, что нет. И оно тогда будет ровненько, разойдется. Все. Вот так. О, да. Мне вот интересно понаблюдать, здесь должны потом возникнуть такие лабиринты, ходы, по которым будут ходить эти муравьи. Так, что, теперь давай, сына, камушки. Их я решил как-то на белуху положить. Мартин, хочешь поучаствовать? Секунду. Это кусочек. Все. Ну, помочь Адреану, хочешь? Да. Адреанчик дашь, Мартин, тоже чуть-чуть камушек выложить. Вот. А это все равно куда? Все равно куда, да. Ну оставь чуть-чуть. Да, Мартин. Сядут в галушки. Да нормально. Другой рукой, чтобы видно было. Да, ну и так все видно. Сейчас вот можно их высыпать в одну кучку, а потом как-нибудь распределить. Так, давайте теперь нальешь сюда водичку, пожалуй. Куда? Ну это ты в папа наливаешь. Почему я хочу? Я хочу. Ну иди, иди учись тогда наливать воды. Окей. На, это можешь пока раскрыть ты. Ну вот вам вода. А, пипетка, да, можно наливать? Да. Окей. А где пипетка ты забрал? Я. Вот. Все, можешь. Здесь пленочка мы уже удалили. Вот сюда вот здесь вот ямочки для корма так. Ложи кормушку в любое место, куда хочешь. Держи. Ложи куда. Куда считаешь нужным? Или с Адрианом решите куда ходить? Сверху ложи куда-нибудь. Сверху ложи куда-нибудь. Посередине давайте. Да? Да. Кидай. Опа. Сбоку положите, сейчас туда положим же самих муравьев, чтобы они сами вылазили. О, господи. Все? Налил? Ух ты, Адриан. Интересно, как? Ага, подожди, это как работает? Я уже понял. Здесь, получается, будет водичка вытекать в эти ребрышки. Показывайте. Сейчас Адриан закрутит. Стеклянная, да, мне кажется? Да, она здесь сигналная. Давайте убираем. Адриан, переверните, перевернуть надо. Ага. И там водичка собирается в этих ребрышках? Так. Или пока нет? Потряси. Адриан заходим. Да, покажи нашему зрителю. Вот так это выглядит. Вот эту руку убери, ничего не видно и пониже. Ага, вот супер. Вот так. Ага. И водичка, получается, вот здесь вот стекает. Муравьи, скорее всего, туда будут залазить и пить водичку. Да? Видно вообще воду? Да, немножко. Видно? Ага, ну вот сверху. Чуть ниже спустим. Вот так, стоп. Ага. Немножко видно, да, что есть. Ну все, ставь куда-нибудь, куда хочешь. Ну, в уголок. Да, в уголок. Ну или чтобы было видно. Как по инструкции в уголок. А, в уголок. У камня берем. У камня берем. Уберу. И сюда положу. Супер. Вот. Вот. Вот этой стороной, скорее всего, поставим, чтобы наблюдать за ними. Угу. Так, теперь это, Адрианчик, давай пару капелек, точнее одну капельку капню в эту дырочку. А, тут пипетка. А, тут пипетка. А, здесь пипетка. Ну вот, собери вот этот сахар. Сначала нажми, нажми на пипетку, теперь отпускай. Все, и теперь вот сюда я ее куда-нибудь капну. Походу на меня капнула. Угу. Это для чего? Каплась, так. Каплась, так. Это сахар. Это такая тарелочка у них для сахара. Для еды. Это их кормушка. Для сахара. А в другую тарелочку положим зернышки, которые здесь вместе в пипеточке шли. Так, как ты предлагаешь их выпустить? Просто открыть туда? Просто открыть заглушку, наверное, и их ложим туда, и они сами вылезут. Естественным способом. И теперь вот сюда так ставь, вот так, Адриан, наискосок. Куловичи. Ага. Давай сюда его. Секунду. Опа. Где-то так. Смотри, красавчик какой. Где-то так. Ну, положи он, когда слезет с нее мы уберем. Ира, оставь. Мы уберем этот тампон, когда он сам слезет. Так, что, теперь закрываем? Давай. очень красиво до эксперимент начался теперь через некоторое время или будем ждать пока они вылезут или же как вылезут еще какой-то расскажи об инструкции что до присылают такую инструкцию на английском немецком французском итальянском языках испанском где что должно находиться какая зона для чего выделено вот так это выглядит от фирмы антхаус в общем будем смотреть наблюдать и также есть инструкция которая описана допустим как если вдруг заболели эти муравьи как они выглядят там допустим с красной да они сами вылезут не вылезут они не вылезут они уж там привыкли жить ну хорошо тогда вот так давай сейчас потихоньку сами используют правда зернышки ну потом их вы можно пинцетиком мы их вытрусил вопрос что это за жидкость какая-то сахар скорее всего это ты имеешь вверх но там они пытаются вверх мне кажется это да не вода сверху а сироп потому что он такой как клей клейкообразный тащит тащит смотрите зернышко вверх прикольно еда и один идет можно сделать уклон больше допустим вот так они не смогут вылезти хотя если тряхануть все по вылазили в общем обращайтесь с вашими муравьями аккуратно о полетели полетели королева подошла к паилке один уже убежал ловите ловите и бросайте но мне показалось что их здесь мало и подождите на пакет на пакет пусть залезет на пакет и мы его туда забросим вон ваша королева идите спасайте так секунду все все полезно 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 давай лучше эти зернышко так и оставлю пусть они так едят это же обучение надо почитать все вообще какие зернышки они любят все тут ничего про жилья проверь есть еще одна нет ничего не там делает уже ближе может быть одна интересно они найдут вот путь туда вниз как бы дорога вся закрыта конечно найдут посчитайте пацаны сколько будем учет вести 20 вместе с королевой и 1 убежал 21 королев а это когда ты покупал сколько стояла чтобы не было написано или нет ничего давайте тогда еще туда капельку сахара сделаю зерна пинцетика можно взять и слушать ему королева вообще какой он шустры да ты кто сбежал уже на весь пойман стол не шатайте они сами наверное хотя они же их сидят другой хотел сказать просто не знаю такое не такое или чем-то даже семечки на похоже только светлые один уровень по ходу сдох вон таскает его где таких много там ничего грубо говоря 20 что-то 20 что-то никто никого но не скорее всего около этой королевки крутится так ну что заканчиваем наш обзор будет начался а будем наблюдать если хотите ну точнее будем может через некоторое время выставим небольшой видосик обзор на что они там построили себе надеюсь что они уже кита лабиринтики построят все всем спасибо за внимание пока пока пацаны будете говорить пока пока и ставьте лайки супер